здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко ну что продолжается нашего такое новогоднее настроение у всех она естественно разное тем не менее говорим о празднике и какой же праздник без деда мороза снегурочки к празднику к этому начинают готовиться задолго иногда даже летом как говорится готовь сани летом и на сегодняшний день я рад приветствовать здесь у нас студии еще не просто человека который занимается праздничными новогодними персонажами но вообще занимается культурой здесь городском округе люберцы режиссер люберецкого дворца культуры елена шарапова здравствуйте лена здравствуйте ну и теперь я представляю елену еще и как руководителя проекта межрегиональная академия снегурочек давайте с этого и начнем потому что как-то всегда у нас дед мороз родина деда мороза штаб деда мороза ну то есть дед мороз это как задать бадену мажорать бадена мороза то есть это прямо вот такая патриархальная история что дед мороз и какая-то внучечка рядом всегда дед мороз огромный бородатый седой и маханька носи гора скоро я всегда молчит до внучка молчит еще к тому же она холодная если уж тогда я даже не буду говорить в этот замечательный вот на нашем замечательно праздничном фоне что означает снегурочка вообще в русской этой новогодней мифологии там не все кстати сама елка тоже там все не так очень не совсем не праздничать на праздничном и не об этом мы а действительно создание атмосферы праздника атмосферы настроения и всего того чем занимается дворец культуры давайте пока перед снегурочками пару слов как режиссер любилецкого дворца культуры как человек который ну до пандемии до наверняка жил вот этими глобальными мероприятиями насколько пандемия по вам ударила очень сильно конечно ударила если мы проводили раньше мероприятия в том же самом спорт спортивном дворце триумф на 4000 человек и я режиссировала 700 артистов одновременно и мы делали шоу сейчас это сократилось до 25 человек . во дворе цити да 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 малые формы совершенно малые формы совершенно другие сценарии другие какие-то режиссерские подходы но которые в принципе но мне как вот человеку к неинтересно сверху зайти и вернуться да и очень мы ждем когда наконец-то нам разрешат снова и сделать вот что-то такое яркое но вот слава богу был день города вот мы хоть немножко так отвели душу воздуха вот это вот вздохнули на но все идет к тому что все-таки qr-коды вот эта система она не только в нашей стране но по всему миру что если ты вакцинирован если ты только переболел предположим несмотря на то что он вакцинирован все идет к этому и какая-то часть людей там процентов 10 до которые по медицинским показаниям не должны все идет к тому что мы все-таки будем существовать уже в более-менее оффлайновом режиме но как мне кажется онлайн вам тоже принес какой-то вот вернее пандемия принесла свои но все можно так сказать небольшие плоды потому что появились новые формы новые способы очень много форм то есть если раньше дед мороз и снегурочка ты должен заказать они придут только к тебе домой домой то теперь ничего не мешает сделать онлайн такое выступление специально для маленького мальчика пети правильно очень интересные формы совершенно новые появились конечно за эти два года онлайн на пребывание да вот этой вот новогодней индустрии ну просто вот эти все выдумщики и волшебники все равно пытаются донести до ребенка сказку даже через экран в общем то начинает того что ну конечно идет заранее подготовка с мамой и папой начиная там чтобы узнать что положите записочки туда-сюда на любой от вопроса а ну-ка ж мне кажется где-то у тебя там вот это иди-ка посмотри они лежит ли там мандаринчик ребенок ухты и в итоге а ну-ка угадай я тебе сейчас фокус покажу а какая тебе конфетка нравится молодец а я знаю что сделал а подойди к елочке и посмотри что там лежит и там лежит точно такая же конфетка как только что на экране было фокусе ну да то есть и потом уже понимаем что дети к сожалению да хотя вот многие учителя и преподаватели по этому поводу переживают что вот в эти периоды онлайн новых обучений все-таки так мы теряем немножечко до прямую связь с детьми но с другой стороны приучая их к этому то уже и деду морозу снегурочка чуть-чуть проще дать через намного малышу году было сложно конечно да сложнее намного все-таки привыкали как как а как а так а что значит мастер-класс по телевизору это непонятно нету ответочки все остальное нет очень быстро мои снегурочки тоже привыкли к этим мастер-классом онлайн и наоборот вместо одного ребенка к ней могут подключиться гораздо будете со всей страны не просто ребенок а он может подключить своих друзей там только скажи там или даже с какого-то другого города и все равно она делает добро для всех и получается да она в любой момент может ну-ка ответьте мне на вопрос кто сейчас вот не ответку нажмет все он выходит в эфир ребенка очень интересно тоже выставка да конечно появится тебя же смотрят вообще там другие и все это уже и себя показать конечно и научиться чему-нибудь ну давайте теперь вернемся к межрегиональной академии видите как звучит уже прямо так чиновничьим языком да вообще с чего все начиналось что это за академия так все вообще начиналось с того что ну так как я являюсь еще и профессиональным ведущим больших праздничных мероприятий любого масштаба мы очень часто у нас есть целые организации ведущих так далее очень часто ездили на международные форумы ведущих сборы тогда и как-то вот попав на школу дедов-морозов где все время про дедов-морозов дедов-морозов деда мороз мне даже мои коллеги подсказали лен а почему бы тебя не организовать школу снегуржек женскую такую линию да и это было это практически ровно три года назад был вот такой пинок две замечательные мои коллеги две подруги сказали а ну-ка давай проба пробуй а мы открыли до первую академию снегурочек это было пробное конечно мероприятие боялись всего но конечно же мне и мои коллеги из люберецкого дворца культуры конечно же комитет по культуре администрации нашего городского округа помогли и в общем то мы это сделали в галерее было 70 снегурочек я сама не ожидала было около 70 снегурочек из 36 городов россии и мы как-то подумали а почему это просто академии наверное уже я думала что это будет ближнее подмосковье но москва почему он у москва потому что с москвы очень тяжело кого-то пригласить обучаться потому что в москве живут уже обучена всем этом уже за все могут да да но так как вот приехала уже столько мы решили развиваться дальше пошел слух народ подтянулся и выбор не слух это пошли конечно шикарные фотографии из шикарных сказочных фото зон конечно же это был антураж сказки натуральной вход дедом морозом был строго запрещен это было прям наше девичье царство кстати тут сразу возникает вопрос мы же не можем в эти такие около новогодние дни это не феминизм нет нет конечно нет нет просто решила наконец заговорить нет снегурочки понимают что они конечно же помощники деда мороза это они прекрасно понимают но снегурочка уже поняла что она не просто холодное стоячее создание которое просто рядом стоит для фотографий нет мы показали я подобрала спикеров которые показали что снегурочка может быть наоборот намного активнее деда мороза она молодость она яркость она зажигает она зажигалка а дедушка мороз может посидеть в уголочке и пора что-то сказать конечно конечно а так как в большинстве своем ведущих в принципе все равно больше женщин чем мужчин в общем-то любой ведущий молодой ведущий переквалифицироваться но все равно это вот снегурочка конечно все думают что снегурочка только 16-летняя нет у нас в принципе есть и возрастные разные сегурочки разные снегурочки но это не значит что ребенок не поверит в сказку они несут сказку вот у нас на академии выходит она и у нее откуда-то огонь появляется у нее откуда-то волшебная палка откуда-то конфеты сыпятся вот хорошо да вот сказать по поводу академии что такое там занятия проходят какие-то мастер-классы что входит в обучение да у кого длится мы но в этом году первая академия была однодневная но это был интенсив часов на девять да ну конечно с маленькими перерывами и все равно это был интенсив то есть программа за программой шли разные спикеры различных направлений то есть были программы для малышкового возраста для среднего там младшего возраста детского сада далее школьный возраст далее для молодежи далее уличные программы то есть ну конечно работа была проведена такая что я знаю эту сферу поэтому я знала кого пригласить на какое направление вот это был первый год мы пробовали конечно пробовали очень много было таких мастер-классов даже с экраном уже тогда экран пошел вот вот прям вот в современность детям это очень нравится когда с проектором с экраном игры там что-то такое даже пи диалоги даже велись и так далее да это в течение всего дня идет обучение но вот как раз таки позапрошлом году у нас наш день закончился огромным проходом полюберецкому рации бурить отцена центральному парку да и мы собрали по городскому округу около 260 снегурочек предложили бросили клещи это конечно опять таки комитет по культуре 260 снегурочек присоединилась к нашей школе было от трех лет снегурочки до возрастное вообще не 3 плюс ну да скорее всего это было классно мы прошлись мы открыли елку городскую зажгли ее вот со всеми снегурочками ну конечно это было эффектно красиво и мы все равно вот это вот блин блестки короны кого-то очки одежда вся это это каждый каждая сама да то есть да еще и показ снегурочек снегуручных мод да конечно дефиле обязательно обязательно дефиле обязательно какие-то фото сессии фото зона обязательно вот это был первый год но мы такие обрадованные потом просто настояли наши снегурочки которые уже летом хотят чем-то заниматься мы открыли факультет сезонных праздников в академии и был такой же мастер-класс по масленицам потому что ну нету мастер-классом или именно вот по русским народным праздником вас снегурочка не растаяла она продолжает работать круглый год до 1 июня все снегурочки мы сделали видеоклип что все снегурочки всех деток поздравили но тоже это очень эффектно смотрится когда снегурочка в лесу в зеленом вообще скажу так эффектно смотрится когда снегурочка поэтому да мы сейчас сделаем небольшую паузу а после перерыва вас ждет не фактически новогодний сюрприз напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко ну что обещанное волшебство произошло и у нас в студии сразу же и снегурочка и зимушка зима страст как-то где-то ворозы здравствуй внученька здравствуйте ребята а зимушка зима это вроде как жены асту и дедушка мороз жена деда мороза или подруга лучшая подруга понятно там не стран стране тоже на дочь даже родственник родственник и так я так понимаю что это те самые люди которые активно участвовали в этом самом жизни снегурочек да и таких снегурочек много и начнем с того что вы сами еще и костюмы себе вот такие вот папа пошили зима сама себе зима 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 зимушка да это сложно вообще вот такой костюм сделать но для этого надо хотя бы какое-то воображение какое-то сказочное иметь чтобы что-то так вот прям ну да их хочется же в сказку чтобы дети по мне поверили вот сейчас находится зима зимушка зима и снегурочка я например чувствую что я как минимум должен в новый в новый год превратится он правда маленький совсем но в старый год например можно же до превратить вот к старому году году идеально я понял тогда поговорим о том что же сейчас вот эти детям ждать в эти последующие новые годы когда есть так называемый смешанный формат с чем снегурочка ты приходит где где детям и можно ли приходить к детям будет с qr-кодами прочими делу мы конечно же надеемся что приходить можно будет чтобы детям максимально подарить волшебством вот эту вот новогоднюю сказку потому что видеть горящие глаза детей их родителей видеть как они радуются за детей это конечно дорогого стоит мы надеемся что новогодние праздники на все получится провести до в оффлайн формате до живом общении и все будет у нас волшебно я кстати думаю что иногда мне кажется у родителей глаза горят даже больше чем у детей потому что взрослые склонны к тому чтобы впадать немножко в детство на взрослые это маленькие дети даже на такой вопрос а где же дедушки в морозовы берете они же разные должны быть то есть снегурочек много снегурочки на работе это у них самый ответственный момент если есть целая команда снегурочек академия то должна быть наверное или снегурочки сами себе вы подбираю дедов морозов но в первую очередь конечно дедами морозами а когда у обученной снегурочки становятся самые близкие родственники то есть специально подготовленный дед мороз первое направление второе направление это коллега который может даже просто сидеть за столом но у него например красивый голос который скажет здравствуйте детишки и все и позовет его ручка обли работы обычно снегурочка зовет и послушать стихи поэтому ну-ка ребенка ну-ка детка расскажи стишок все вот ну и в третье конечно направление это конечно профессиональные ведущие которые тоже не хватает сейчас оффлайнов праздников просто наружу все и сейчас да они с удовольствием одеваются в деда мороза и конечно же а уж с профессиональной снегурочкой ему нипочем ну и конечно же мы рассчитываем на то что будут проходить какие-то оффлайн но в каких-то форматах там с каркодами так далее встречи все-таки что-то похоже на вот эти вот всевозможные баллы маскарады там кстати не забывайте что есть еще такое понятие как корпоративы их тоже никто не отменял они наверняка тоже будут проходить полном в разных опять же вариантах но тем не менее тяжело наверное снегурочки было в онлайне то есть без онлайн это хочется как-то вовлайн это попроще ну или попроще в онлайне все ну на самом деле попроще наверное в оффлайне когда ты видишь эмоции детей когда ты можешь с ними взаимодействовать но вот вместе с нашей зимушкой зимой да вместе с академии снегурчик она перешла так же как все мы перешли в онлайн также академия перешла онлайн мы также все учились мы также все обменивались опытом поэтому конечно проще оффлайн но в реалиях конечно же наших мы и в онлайне тоже вот давайте сейчас предложим вариант для тех может быть родственников которые выступают в роли снегурочек да для своих каких-нибудь племянников или там троюродных я не знаю племянников которые в той же роли снегурочки вот чтобы вы предложили как вот подготовиться к этому помимо костюма понятно что можно предложить в онлайне например чтобы в другом городе находясь сыграть для своих родственников роль снегурочки но в первую очередь подготовка игрушек на ёлку а первое это мастер-класс по изготовлению ручками своими тоже были выклеили как она сейчас этого вот просто всего из чего можно сделать начиная даже от пластиковых стаканчиков но такое делают про и вот снегурочки выдумщицы да то есть вместе можно на расстоянии сдаст семьями например а садитесь все если показывать например например строить из печенья имбирные домики все это просто маме говорите во вы должны купить такое-то печенье сливки и украшение вот то что мы для из чего мы печем и все ребенок сам вот этот имбирный домик строит и попробуйте вы его потом заставить его съесть не заставить ни за что и он будет стоять жалко свой труд ребенка конечно это в первую очередь второе это поздравление конечно но заранее надо готовить родителей то есть пожалуйста например вы должны квест если да да то мы можем отправить даже по почте готовые открытки с готовыми заданиями эти открытки мама прячет по всей квартире самых таких интересных местах любых местах просто например а остальную а следующую подсказку ты найдешь на холодильнике все он бежит на холодильник какая-то подсказка какого-то слова какого какой-то части игрушки какого-то там письма это даже можно не только ребенку делать да но и росла по если не в курсе что все происходит интересно кто быстрее найдет да папа это же такие же дети в 3 конечно поэтому да поэтому форм конечно те же самые обучение детей фокусами фокус вон думал что оказывает а теперь после этого он только родителям не говори пока это наш сюрприз и ты покажешь завтра маме этот фокус там с водой или вот сейчас очень популярны когда он как будто бы держит огурец потом убирает одну руку вторую руку и там и огурец стоит и потом по и конечно же он поворачивается тут вилка а вот как они вот видите как большинство монтажа уже начинает но мне кажется что еще очень важная история то чему наверно вы тоже и вы прошли и сами обучаете своих коллег снегурочек и других зимушек зим зиму зиму нас много в стране вот вы наверняка еще и вот этой некой праздничности до некого настроения то есть не просто сказка это должна быть все время сказка конечно мы живем в ней да а сейчас это то чего не хватает вот даже летом когда казалось бы вот такое настроение и лето этого года уж тем более лето прошлого года это были напряженные и все помните ждали прошлый новый год вот он закончится и пандемия закончится и были деда мороза и снегурочки да они были фактически все в онлайне но они были а сейчас с особенным трепетом ждут что вот эта сказка придет да и тем более что сейчас уже все-таки вакцины и так далее и кажется что следующий год будет лучше поэтому наверное создать для ребенка сказочное настроение для и родителей потому что многие в этом году к новому году подошли все-таки не самым хорошим настроением да дарья ну на самом деле в первую очередь нужно создать новогоднее настроение нам как ведущим если у нас как у ведущих да у снегурочек у дед морозов у зимушки зимы будет новогоднее настроение мы будем эмоционально заряжены то конечно же мы своим настроем всех детей всех родителям сможем да вот это волшебство подарить им и они тоже поверят сказку также как и мы а что должно быть в арсенале обязательно у снегурочки вот сейчас мы рассматриваем снегурочку как некий образ предположим что это все-таки оффлайн то есть есть возможность прийти в гости но помимо красивого костюма вот что должна как какой арсенал у снегурочки да на самом деле когда мы приходим дарить праздник до в семью либо это какая-то сцена неважно вот например возьмем зажжение елки 1 декабря у нас будет по всему городскому кругу люберцы да и не только по люберцам до зажжения новогодних инсталляций новогодних елок что конечно же хочется получить от снегурочки во первых деда мороза чтоб снегурочка привела чтобы вместе с детьми хорошего мы конечно чтобы мы вместе с детьми его позвали чали позвали ему и он услышал он же у нас старенький чтобы он услышал и к нам все-таки пришел во вторых конечно же от снегурочки если дедушка мороз он уже возрасте ему тяжело прыгать и с детками деткам хочется это получить от снегурочка от снегурочки соответственно от меня они хотят игры зарядки разминки энергии конечно же они хотят повеселиться чтобы было весело и зарядиться уже на приход деда мороза а когда уже пришел дед мороз это соответственно подарки рассказать стих поделиться мастерством рассказать как он прошел этот год что научился ребенок в году конечно же и поздравить конечно же и понять что будет следующем году поэтому главное чтобы снегурочка была с хорошим настроением правильно так у зимушки зимы вот что хочу спросить как у человека ответственно в общем-то за весь комплект да и дед мороз и снегурочкой и всю это сказать команду но вы согласитесь ведь бывают моменты когда ребенок то ли боится дед мороза то ли как-то родители не очень подготовили ну то есть какое-то шоковое состояние вот как из него правильно выйти должен профессионал это сейчас без снегурочек подача да если но в первую очередь я заблакал ребенку нет давайте начнем если ребенку до двух лет то конечно же желательно не приглашать деда мороза да но можно пригласить но например снегурочка играет с ребенком и все а потом давай солнышко подойдем к окошку кто-то там по моему ста ну то есть аккуратненько аккуратненько под и он видит дедушку мороза который ему машет рукой который не страшный которые далеко и в принципе ребенка вот таким образом можно подготовить или же например дедушка мороз выйдет на связь по телефону тоже как используйте более в наше время ой смотри кто нам звонит здравствуй саша здравствуй там и так далее ну вот и все то есть это вот для маленьких детишек конечно есть такие уже онлайн варианты которые в общем-то подготавливают детей а потом уже в принципе можно потихоньку по моим ну что позовем дедушку к нам в гости если ребенок скажет да то мы его зовем если нет да то то ли зовем до свидания пусть дед мороз да еще подготовиться еще не мы не готовы при а вот самый предел вот возраст детей сейчас одеть и говорим потому что взрослые то всегда верят деда мороза не да конечно не только и мечтают об этом то снегурочку кто деда мороза помоложе но все-таки до какого возраста дети вот находится в этом с ними легко работать 14 лет или в 14 лет трудно убедить да нет если эта компания какая-то веселая они конечно они уже если снегурочка приходит и она вся продвинутая тик токерша все только слова тик ток а только два движения из тик тока то есть они поверят во все в академии снегурочек знают что тик ток так они знают что такое тик ток они знают что такое поп-ит и все остальные причиндалы современным молодежи и всех детей понят снегурочка скажите пожалуйста для вас важно кто будет дедом морозом до безусловно важно потому что вы работаете в команде у вас любом случае команду у вас диалог если вдруг дед мороз неподготовленный да вот он сидит молчит то снегурочки просто тяжело постоянно говорить говорить и она все время интересно себя переводят а дед мороз сидит малкой да с палкой и родители они не чувствуют этого праздника потому что для родителей главное не снегурочка же а в первую очередь дед мороз с подарками мы сегодня с вами выяснили что на самом деле главные снегурочки и снегурочка и зимушка зима а помогли нам в этом разобраться снегурочка дарья кирпиченкова художественный руководитель центра культуры тамилина которая была у нас гостях я с трудом и узнал в образе замечательной снегурочки ну и конечно режиссер люберецкого дворца культуры елена шарапова которая выступила сегодня в роли зимушки зимы но я знаю что сюрприз все-таки в конце у нас должен быть давать и покажем у нас здесь волшебная есть подушечка эту подушку мне подарили мои снегурочки спикеры но они заставили меня поверить в чудо тоже поэтому вертикально только поставил тогда пожелали мне всего самого наилучшего ну и сделали вот так ой это эмблема ой ка-ка-ка-ка вот так вот академия снегурочек поздравляет всех вас с новым годом это была программа открытый диалог далее кирпиченкова елена шарапова академия снегурочек хорошего нового года с вами был николай пивненко до свидания субтитры делал DimaTorzok